Когда мы видим из окон вот такие урбанистические пейзажи, кажется, что некуда податься для прогулок и забегов на свежем воздухе. Но податься есть куда, было бы желание. В школе правильного бега работают по принципу от дивана до марафона. Любого лежебоку могут поставить на любую стаирскую дистанцию. 10 – это классная дистанция, это час бега для здоровья. Час – это оптимальное время, даже, я бы сказал, минимум, наверное, которое необходимо человеку бегать, чтобы достичь какого-то эффекта. Ну а первое, что вы узнаете здесь в школе – не бегайте на перегонки с собой. Без правильной разминки, техники бега вы рискуете получить растяжение и даже травмы, которые могут проявиться не сразу. Поэтому лучше бегать трусцой, начиная с самого малого. Мы начинаем спокойно всегда и, в принципе, весь наш бег, которым мы учим, он всегда проходит на низком пульсе, на эффективном пульсе для нашего тела и для нашего здоровья. 7 недель занятий и результат приходит зримый. Снижение веса, улучшение тонуса и настроения. Нормализуется давление, отступает диабет. Эту идею подхватили в общественной палате. А что, если организовать праздник бега под девизом «Забег не сахар». Забег благотворительный. Для сбора средств – фонд помощи детям. Увы, среди них диабет тоже уже не редкость. 18 ноября мы всех приглашаем в Мутищинский лесопарк на этот праздник, на забег, который будет собирать средства. Все деньги будут направлены в фонд «Исток надежды», который помогает детям как раз-таки с расстройствами эндокринной системы. Уже десятки людей зарегистрировались на сайте школы. Ожидается их еще больше. Сама дистанция символична – 4 километра 200 метров. Это десятая часть классического марафона. Она будет опробована в лесопарке в качестве основной и для будущих забегов. Это медаль финишера. То есть эта медаль дается каждому, кто преодолел дистанцию, кто дошел до конца. Медаль получает каждый, кто пробегает. То есть спортивный есть интерес, конечно, и есть интерес, ну, скажем так, и идейный. Да, идейный, в первую очередь идейный. А идейный интерес прост и понятен. Здоровый образ жизни – это здоровье нас и наших детей. Сергей Берзин, Денис Петров, информационная программа «День». Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok